Милый пушистый зверёк, но в то же время искусный кровожадный охотник. Наверное, вы уже догадались, что речь сегодня пойдёт о кунице. Вас ждут наиболее интересные факты из жизни этих удивительных животных. Но перед началом я прошу вас подписаться на канал, чтобы не пропустить новое интересное видео. А теперь начинаем. Куницы – это мелкие пушные зверьки. Они относятся к семейству куньих. Животные в этом семействе преимущественно небольшие, однако очень ловкие. Куньи появились на земле задолго до большинства современных хищников и сейчас обитают на всех континентах от Заполярья до Тропиков. Учёные выделяют 8 видов куниц. Самая распространённая из них каменная и лесная куница. Каменная куница встречается часто в каменистой местности, отчего и получила своё название. Это более южный вид, обитающий на открытых пространствах. Нередко селится вблизи человека. В отличие от лесной куницы, характерное пятно на шее гораздо светлее, почти белого цвета, отсюда и другое название зверька – белодушка. В отличие от каменной куницы, лесная обладает бурым или коричневатым телом и желтовато-оранжевым пятном на горле, за которую её в свою очередь именуют желтодушкой. По своим размерам куница напоминает крупную кошку. Длина тела варьируется от 34 до 57 сантиметров. Красивый пушистый хвост куницы достигает в размерах больше половины длины туловища. И это не спроста, ведь хвост служит не только украшением этого зверя. С его помощью куницы удается сохранять равновесие при прыжках и во время лазания по деревьям. Короткие лапы зверька характерны тем, что их ступни с приходом зимних холодов покрываются шерстью, благодаря чему животное без труда передвигается по льду и снеговым сугробам. На лапах куницы насчитывается пять пальцев с коготками изогнутой формы, которые могут втягиваться наполовину. У них отлично развита моторика конечностей, которая находится на уровне трёхлетнего ребёнка. Любопытно, что куницы любят заниматься гимнастикой, детёныши всё время проводят за играми. Бросается в глаза красивый окрас и качество меха куницы, который во все времена очень высоко ценился. Из-за активной охоты по этой причине лесная куница во многих регионах стала редким животным. От угрозы исчезновения спасает лишь обширный ареал её обитания. Также основной проблемой для жизни этого вида на сегодня день является неуклонное сокращение его естественной среды обитания, так как лесной кунице жизненно необходим здоровый лес. Куница всеядна, в её рацион входит обширный список мелких млекопитающих, а также птицы и их яйца, присмыкающиеся лягушки, улитки и насекомые, также зверьки не брезгуют питаться падалью. Обоняние зрения и слух куницы находятся на высочайшем уровне, что очень помогает на охоте. Своих жертв куница убивает, кусая в затылок. Во время охоты она переламывает добычу позвонки шеи, сворачивает язычок в трубочку и словно вампир пьёт кровь из ещё живой жертвы. Куница без труда прыгает по верхушкам деревьев, при этом расстояние прыжка может превышать 3 метра. Излюбленным лакомством для них являются белки. Лесные куницы часто ловят их прямо в плах, но если задуманное не удаётся осуществить, то могут долго вести охоту на них, преследуя в ветвях деревьев. Порой куницы не знают меры и приходят охотиться к человеку во двор. В основном это сёла и деревни. От визитов куницы страдает в основном домашняя птица. Примечательно, что своих жертв этот маленький хищник убивает и аккуратно складывает в ряд, при этом мясо в пищу он не употребляет. В осенний период животные также питаются фруктами, ягодами и орехами, чтобы восполнить дефицит витаминов и микроэлементов. В качестве укрытий лесные куницы используют дупла, нередко занимают брошенные сооружения белок и даже гнёзда хищных птиц. Подобное убежище служит им укрытием в течение дня, а в сумерках и с наступлением ночи куницы отправляются на поиски добычи. Порой в поле зрения камеры попадают любопытные встречи этих животных, представляем вашему вниманию некоторые из них. В этом видео куница не утруждает себя поисками пищи и решает полакомиться прямо из миски кота, который высказывает явный протест этому действию. В ответ куница бросается на конкурента, который в шоке сбегает. Другой пример демонстрирует нам трапезу куницы, но это место уже облюбовал кот, который решил устроить засаду. Он пристально наблюдает, сверкая глазами за ничего не подозревающей куницей, а после прогоняет её, возвращаясь победителем. В следующем эпизоде куница обнаружила лёгкую добычу – подвешенный кусок мяса. На счастье длилось недолго, ястреб-теревятник не терпит конкурентов. Однако он не ожидал ответного удара от куницы, ещё чуть-чуть и попался бы в её цепкие лапы. Но она в свою очередь продолжает свою трапезу. Живут куницы в среднем от 10 до 15 лет, в редких случаях доживают даже до 20 лет. Потомство куницы насчитывает от 3 до 8 детёнышей. В 4 месяца животные уже могут жить самостоятельно, но ещё некоторое время живут со своей матерью. Несмотря на то, что куницы – грозные и кровожадные охотники, по своему характеру это забавное и любознательное животное. Между собой куницы общаются мурлыканием и рычанием, а от малышей исходят звуки, похожие на щебетание. На сегодня это всё. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. Это мотивирует нас на создание новых интересных роликов. Спасибо за внимание и до скорого!